Музыка Здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас еще с одним очень интересным ансамблем Ансамбль бондуристов Мелитопольского дворца культуры имени Шевченко Музыка Музыка Колись нашу рідну хату темрява вкривала А чужа сусідська хата світлами сіяла Та минав ти наш кобзарю чужі пороги Орав свою в богу ниву рідні перелоги Помоніла твоя кобза ручною струлою Кожнім серці отбивалась чистою луною Спочиваєш ти наш батько тихо в домовині Та збудила твоя пісня думки на Україні Хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє Огню іскра великого повік не згасає Щоб між нами не вгасало проміня величне Ти поставив нас дорожі слово твоє вічне Ми як ти минати будем чужі пороги Ораді будем свої миві рідні перелоги Спочиваєш ти наш батько тихо в домовині Та збудила твоя пісня думки на Україні Спочиваєш ти наш батько тихо в домовині Та збудила твоя пісня думки на Україні Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед його всепроникаючою правдою І як не намагались знищити його картини, ми сьогодні маємо можливість познайомити вас з ними За видання збірника «Живописна Україна» Шевченко ставить перед собням засобами мистецтва прославити красу рідної землі та героїчне минуле свого народу Шевченко писав «Мне кажется, будь Родина моя самая бедна, ничтожь земле, і тогда би она мне казалась краше Швейцарії і Італиї Що ж нам сказати її дітям? Должна любити і гордитися своєй прекраснішій маті Я, як член її семейства, служу їй, якщо не на существенну пользу, то, по крайній мере, на славу імені України Краю ти мій тополини, край золотого і блакитного неба, скільки ти звідав за суворі віки Топтали тебе копитами ворожі орди чужинців, плюндрували ясну красу, підкоряючи тебе огнем і мечем І тоді твої біли хап і зелені тополі палали, ніби свічі, під похмурим сцевим небом Край ти мій, билинний, свободний, на твоїх просторах, на берегах твоїх тихих рік Не раз вирішувалась доля нашої вітчизни, і про це свідчать сивіли і закам'янілі пам'ятники Древні дуби дідуга, які так багато бачили за віки Край мій, нескорений, оспіваний в мужніх думах обзарів і в задумливих піснях лірників Край мій, нескорений, оспіваний в гарків Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я правду говорю, да? Я хочу вам задать несколько вопросов. Первый из них. Сколько лет вы уже в нашем городе? Откуда вы приехали с таким великолепным талантом к нам? Я родилась на Днепропетровщине, в сельской местности, где очень красивая и богатая природа. У нас еще сохранялись народные традиции в естественном виде. Но, естественно, это очень дало толчок к моему выбору будущей профессии. Я уже с детских лет пела много и знала, что я только буду на сцене. После учебы, по семейным обстоятельствам, я перешла на преподавательскую работу. На сцену моей жизни занимает очень огромное место. И я горда тем, что бывшие мои ученики пропагандируют национальное кавзарское искусство и на Украине, и за ее пределами, и за границей. Зинаида Ивановна, как вам удалось создать вот такой коллектив в нашем городе? И как вам удается удержать людей в коллективе в наше сложное время? Ну, прежде всего, было создать очень трудно. До Мелитополя у меня были хорошие коллективы. Но этот было труднее всего создать, и, наверное, поэтому он для меня самый дорогой в моей жизни творческой. Потому что до 16 лет назад украинской программы не было у нас в Мелитополе. Люди очень мало были знакомы с бандурой, вообще с национальным искусством и с кавзарским искусством вообще. Но нашлись, как всегда, наша земля очень богата, душевно богатыми людьми. И нашлись люди, энтузиасты, которые разделили со мной мои проблемы и мои мечты воплотили в жизнь о том, что нужен такой коллектив, который будет нести со сцены пропаганду национального искусства. Тем более, что эта земля, Мелитопольщина, Запорожская земля, это земля как бы прародительница бандуры кавзарского искусства. И здесь невыносимо было, чтобы здесь не звучал этот инструмент. И вот он все-таки зазвучал. И я счастлива тем, что и в музыкальном училище моя ученица преподает в Запорожском. И вообще на Запорожской земле с моей легкой руки пошла играть в бандура. Участники вашего коллектива владели инструментом, когда пришли к вам или нет? Нет, не владел никто, кроме меня. То есть вы сами их всему обучили? Это, естественно, мой труд и труд моих ребят. Со временем они выросли, многие разъехались, поступили учиться, сами преподают. А многие остались, вот участвуют в коллективе. Практически почти все, кто овладевал инструментом, они продолжают притворять, как говорится, в жизни. То есть они уже не уходят? Да, да, они уходят с коллектива. И расскажите о репертуаре. Ну, репертуар, прежде всего, это народные песни, их обработки. Также много песен в нашем репертуаре композиторов современных, украинских. Ну, естественно, мы стремимся к произведениям композиторов классиков. К чему все время стараемся дорасти к этим произведениям. И уже берем несколько произведений у нас, сложных, прекрасных произведений, с которыми мы справляемся. И мечтаем, что и в будущем у нас будет много произведений классиков, украинских классиков, которые очень редко звучат и в наших программах, и телевидении, и радио, по крайней мере, звучали до этого года. Сможем ли мы сохранить ту любовь к украинскому искусству, любовь к своей национальности, если у нас идут постоянные сокращения работников культуры? Кто же будет хранить вот то древнее, то, что питает нашу душу? Мне кажется, что заставить насильно любить невозможно никого и ничто. И ту же национальную культуру заставить любить невозможно. Это надо только воспитать уважение, чувство любви, чувство достоинства, гордости за свой народ, за свою национальную культуру. Поэтому, прежде всего, тяжесть вот этого воспитания, заложить души детей наших, ложиться на преподавательский состав. Это музыкальные школы, это общеобразовательные школы. И я уверена в том, что со временем репертуар и донесение его до детской души будет изменен. И, естественно, только с детских лет мы будем только на основании народной песни, народной музыки, мы сможем воспитать любовь и уважение к национальным истокам нашей культуры. Украине умрет национальное искусство до тех пор, пока жив народ. Но оно не будет в полную силу существовать, если его не подпитывать, если ему не помогать материально выжить в данный момент. В данный момент нам просто необходима чья-то помощь. И я верю, что найдутся люди, которые наряду с материальными благами считают необходимым, что надо и сохранить и благо культуры, наше достояние. Это наше богатство, богатство национальной культуры нашей. Я надеюсь, что найдутся люди, которые в состоянии будут помочь хотя бы нашим ведущим коллективам города, которые много лет несут культуру национальную, культуру детских коллективов. Нам просто необходима помощь этих людей, которые могут, которым они очерствели душой и которые могут материально нам помочь. Потому что руководители культуры не виноваты. Они выкручиваются как могут. Они стараются сохранить эти коллективы. Вот сохранили мне с помощью управления культуры Запорожского, сохранили мне подготовительную группу, но этого очень мало. Я сама просто не в состоянии физически вести этот коллектив. Потому что одна настройка инструментов перед репетицией требует 20 часа. Два часа это физического труда, ну естественно. И это усталость. Потом еще два часа заниматься с участниками. Кроме этого, это только капелло заниматься. А кроме этого, еще у нас мелкие, малые формы. Солисты, работы очень много. Чтобы держать тот уровень, на который хотя бы мы вышли уже, уже вышли, чтобы удержать этот уровень творческий, нужна помощь. Естественно, нужны костюмы хорошие, как в других регионах Украины. Чудесные вышивки. Мы самые бедные. И просто бывает обидно, что высокий уровень мы держим на Украине, ведь капеллы бондуристов смешанной, самодеятельной. Кроме нашей, нет. Чтобы так заявляла, полный голос на каждом смотре. Это я с горностью могу сказать. Поэтому запорожскому краю надо сохранить этот жанр. И последний такой вопрос. Какова география ваших выступлений с вашим коллективом? Ну, области мы объездили всю. Ну, были в Прибалтике, в Воронеже, в Ялте, в Каневе, в Москве, в Киеве. Естественно, это творческие поездки. Это выступления, на которых мы там призовые места. То есть, на которых смотрят конкурсы и концертные поездки. И были мы за границей, Болгарии, Румынии, где, естественно, почувствовали такую поддержку моральную, глубокую. И с тех пор коллектив более собрано стал систематически посещать занятия и репетиции. И почувствовал, вот это, понимаете, почувствовал дух родной песни. Дух, который уважает во всем мире. Перед которым преклоняется весь мир. И почувствовали ответственность за то, что они причастны к этой песне народной. То есть, что они ее несут в народ. И мне сейчас немножко легче даже работать стало. Поэтому такие поездки полезны. Спасибо. Зинаида Ивановна, давайте мы вместе с вами пригласим наших дорогих телезрителей в гости к данному коллективу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проблем багато Проблем колективу Те, що будь-якому іншому інструментальному колективу Це техніка навики гри На інструменті Колектив повинен вливатися Нові сили Молоді Там ще є проблеми чоловічого одягу Наших чоловіків немає одягу И еще проблема в том, что дом культура не оказывает нам никакой помощи. На сегодняшний день в музыкально-хоровом жанре должно работать несколько руководителей. Но наш дом культура не может обеспечить заработной платы. А как вы считаете, будут ли эти проблемы решены как-то, или нет? Я думаю, надеюсь. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Очередной 3-4 выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.